В начале прошлой недели в актовом зале Северо-Восточного государственного университета прошло заседание Общественного совета при УМВД России по Магаданской области. Участники заседания рассмотрели несколько актуальных вопросов, один из которых касался безопасности дорожного движения. Виктор Ходоков, заместитель начальника УГИБДД, отметил, что за 7 месяцев этого года на территории региона произошло 90 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибли и 115 ранены. Основными причинами ДТП являются столкновения, наезд на пешехода, съезд дороги с опрокидыванием. Причина 17 происшествий – алкогольное опьянение водителей. В прошлом году было 20 таких случаев. В результате данных происшествий 18 человек ранено и 3 человека погибли. Также сотрудниками госавтоинспекции оформлено свыше 670 происшествий с материальным ущербом. В ненаселенных пунктах произошло 35 случаев ДТП, в которых 44 человека травмированы и 8 погибли. В целях профилактики на территории нашего региона сотрудниками госавтоинспекции проведены более 60 мероприятий. Как некоторые проводились конкретно по отдельным муниципальным образованиям, были также по всей территории региона. Водительство удостоверение, их наименование – пешеход, нетрезвый водитель, тонировка, скутер, внимание в детях и так далее. В взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел, ведомственными и общественными организациями проведены акции «Полиция и дети. Узнаю о своих долгах», «Дорогу скорой», «Недели безопасности населения», «Безопасное лето» и другие. В июле мы провели традиционную акцию с нашими гражданскими активистами – это Общественный совет за безопасность дорожного движения. Кроме этого, на различных платформах транслировались социальные ролики и тематические видео на тему о безопасности дорожного движения. В общей сумме их было более 400. В целях профилактики повторных нарушений, связанных с управлением транспорта лицами состояния алкогольного опьянения, сотрудники госавтоинспекции совместно с психологом областного наркодиспансера и представителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний провели две встречи с гражданами, которые были осуждены и лишены права управлять автомобилем. Статистика показывает, что такие мероприятия дают положительные результаты и оказывают существенное влияние на снижение ДТП. Продолжение следует...